Здравствуйте, Виктория. Значит, начинаем, да? А у нас один только герой и ребенок, да? Нет, вот еще один ребенок, Виктория. Вот это просто ребенок, а вот это вот маленький. А где все остальные? Они учатся у меня с первой смены. Подожди, кто у нас будет из ребят? Вот, Виктория, Ширяева Виктория. Ну так давай, пусть покажется. Мы же знакомимся. Вика, обозначься. Я здесь, вот, сейчас. Какую Вику-то? Да, здравствуйте. Это Виктория, да? Это Виктория Владимировна, зауч моей школы. Очень приятно, очень приятно. Да, взаимно. Так, а еще будут дети, нет? Мы все дети, да? Это я понимаю. Да, мы все дети. Ну ладно. Ладно, я тогда представлюсь, кто меня не знает. Это учебник по физкультуре девятых, десятых классов. Там про меня написано, это учебник профессора Матвеева Анатолия Петровича, она о российских школах. И для обучения педагогов по физкультуре. И вот я вам хочу сказать, что в свое время я работал ведущим научным сотрудником психологического института российской академии образования. Кроме этого, я работал профессором кафедры здоровья и сбережения Нижегородского института развития образования. То есть я по существу и психолог, и врач профессиональный к этому же. Я почему вам рассказываю, можете мне любые вопросы задавать. Кроме этого, я работал еще ведущим научным сотрудником в целом ряде институтов Академии Большой. А вот я написал 20 книг и для силовых структур у меня готовились все силовые структуры всех министерств и ведомств. Психологическая подготовка против стресса. И вот я вам хочу показать детей. Вот, например, это ключевой стресс-тест, которому я сейчас вас научу. Это девочка, это школьницы, младшие школьники. Это в одной из школ Москвы мы делали видеоучебник, который назывался «Азбука саморегуляции для детей, их родителей и педагогов». И вот здесь написано «Как сохранить и реализовать себя в современных условиях». А эту книжку мне подписывал, были главными рецензентами, академик Морозов, директор Института Сербского, Института общей судебной психиатрии Минздрава СССР тогда был, это 96-й год. Потом подписывал директор Института философии Академии наук СССР и Академии космонавтики профессор Забродин. Ну, короче говоря, это касается разных областей, потому что я в своё время в Центре подготовки космонавтов создал модель моделирования состояния невесомости у космонавтов в земных условиях. И вот этот приём, вот это упражнение создаёт состояние внутренней лёгкости, невесомости, состояние такого, ну, можно сказать, творца в человеке. Открывает творца в человеке, я поэтому и рисую, и пишу книги, и готовлю чемпионов мира и всяких разных людей. И в спорте, и в живописи, и в стихи пишу, потому что любой человек по природе творец. Ну, просто он не знает иногда своих творческих качеств и способностей, а этими приёмами, о которых я говорю, это один из них, ключевой стресс-тест. Открываются эти качества и способности, о которых он даже, может, и не подозревает. Ну, у меня школа, которую я веду, называется «Человек будущего», она межнациональная. То есть там много стран, и они обучаются, все в интернете обучаются снимать стресс, использовать вот это напряжение стресса, как мощный источник энергии, потому что этот источник энергии постоянно возобновляемый. Мы постоянно в стрессе находимся, мы постоянно от всяких поводов, по самым различным поводам. Иногда бывает так, что люди и не знают, что они в стрессе. Они не знают, почему у них тарелка падает всё время из рук, почему дела не идут, почему он всё время в конфликте с кем-то, почему он не находит взаимопонимания. Оказывается, он всё время в стрессе. Мы обучаем в школе, чтобы человек мог снимать вот эти стрессовые состояния, во-первых, понять, на каком уровне стресса он находится. Для этого у нас есть индикатор напряжения, например, вот индикатор такой визуальный. Вот здесь 10, это шкала или градусник напряжения, это 10, а это 0. Это будет шторм, когда смятение мыслей, тревога, страх и паника, или голова болит, или дискомфорт, это 10. А это 0. Это шторм, это штиль. Здесь так спокойно, так хорошо, вот это состояние невесомости. Когда ты даже тело своего не чувствуешь, настолько тебе хорошо. И ты, когда тебе так хорошо, ты можешь и песни петь, и любить всех. И тебе хочется со всеми дружить. А когда ты в стрессе находишься, у тебя эго. Ты эгоист, потому что ты зажат стрессом. Тебе сейчас ни до кого, ни до чего. И ты фиксирован вниманием своим только на том, ну как бы сохраниться, как выжить и так далее. Я понятно рассказываю, нет? Да. А если мы спускаем напряжение, то у нас открываются творческие качества и способности. Появляется глубинное, душевное спокойствие, уверенность, что ты решишь все свои вопросы. И ты начинаешь понимать, чего ты хочешь и как этого достичь. Да, это очень интересная вещь. Я вам сейчас покажу стресс-тест ключевой, как это просто делается. Да, я хочу вам сказать главное сначала. Дело в том, что все приемы и упражнения метода ключ, они основаны на естественных реакциях человека, которые он и так делает всегда. Просто не обращает на это внимания. Например, на морозе он дрожит. То, что такое же нервное волнение у него бывает, когда он экзамен сдает. ИГ, например. Или на работу устраивается. Или когда он поругался с кем-то, он нервничает. У него дрожит. Почему он дрожит? Потому что, оказывается, повторяемые действия, они снимают напряжение. А он не знает об этом, и он начинает это блокировать. Вот девочка идет на экзамен, а ее трясет. А что бы надо было бы сделать? Если бы она знала, что это полезное действие организма, которое само снимает стресс, а ее никто не учил, никто ей это не объяснял. Надо было бы усилить полезное действие. Ну, надо сделать это в виде упражнения, осознанного. Вот эта инстинктивная защитная реакция, ее сделать осознанно, в виде упражнения. Встать и потрястись. И вот я готовил на Олимпийские игры спортсменов-парусников в Китае. И там мне один парусник говорит, ой, меня так трясет, мне пойти массаж что ли сделать, потому что у меня через два часа гонки. А я говорю, а ты встань и потрясись. Он говорит, что я, дурак, что ли, трясись? Я говорю, а ты встань, потрясись. Он встал, потрясся, потрясся две-три минуты, потом сел и говорит, ой, как гора с плеч, а чего так легко стало? Я говорю, ну, потому что ты послушал, что тебе природа подсказывает, но ты сначала не делал этого, ты блокировал, ты не знал, а сейчас ты сделал, что природа подсказывает. И она тебе подсказывала успокоиться, и ты успокоился. А он говорит, а чего все так не делают? не знают поэтому наша школа это объяснение как устроен наш организм и слушать себя и самому себе делать такие приемы которые ваш организм собственно подсказывает на делать их осознанно и тогда у вас снижается напряжение до состояния это вам так хорошо а вот мужики до этого состояния водку пьют вот когда они нервничают они водку хлоп почему чтобы снизилось напряжение а когда они напьются им так хорошо они друг другу горят у меня уважаешь я тебя так уважаю почему они так говорят потому что напряжение снизилось но это же можно без водки делать совершенно спокойно взял потряс например или лыжник почему он любит на лыжи ходить потому что когда он в ритм входит в ритм или бегун в ритм вошел он уже дальше бежит на автомате и напряжение падает и он думает о чем думается бежит на автомате потому что автомат снимает напряжение приходит домой и говорит брату своему ты бега это полезно а брат побежал а там дочь пошел и он бежит и в ритм не вошел уставший пришел и говорит сам ты петь атакой методы у тебя такие ничего мне не помогает он просто не знал что надо оказывать в ритм войти поэтому мне чемпион марафонец говорил в беге самое главное найти бег когда можешь бежать бесконечно автоматизм видите как интересно мозг устроен поэтому мама когда качает ребенка она прослушивается кого состояние и подбирает ритм который соответствует его состоянии поэтому если мы просто станем допустим и будем просто делать хлёст руками по спине простые действия и думать о чем мы думаем например перед экзаменом я иду на экзамен или на переговоры или на выступление вот с вами встречаемся я думаю как же себя освободить от напряжения от нервномышленных зажимов обрести уверенность себе надо снять лишнее напряжение я вот так делаю свободно я не думаю о том как правильно делать а я думаю о том что меня волнует а это снимается этого напряжение лишнее и получается как мама ребенка качает подбирает ритм тоже самое здесь когда у меня напряжение растет частота движения у меня автоматически регулируется или вот я стою вот так делаю а это все дети делают и выхода маленькие были тоже так делаю называется упражнение шалтай болтай стоишь и делаешь вот так вот и думаешь о своем а не о том как упражнение делать когда ты думаешь о своем как тот малыш он же о своем думает мама ему подбирает движение так вот чтобы здесь этот механизм биологической обратной связи работал тоже надо делаем вот так думать о своем они об упражнениях а у нас на физкультуре думают что надо думать о том как правильно делать упражнение и тогда преподаватель дает ему упражнения и говорит делай как я а ему может быть удобнее вот так делать наша школа учит человека делать упражнения физкультурные йоговские медитативные любые делать так как он делает а не так как я делаю у меня же другой организм другой характер кому-то подходит плавание кому-то подходит бег а кому-то подходит лыжник просто берешь вот так вот бросаешь руки раз и пятки поднимаешь потом на них падаешь а другого подходит наоборот а третьему подходит вот так вот сам перебор этих упражнений развивает поисковую активность мозга и поэтому все дела свои ты решаешь лучше потому что лучше подбираешь и этом как их легче решить это все очень интересно сейчас я вам покажу ключевой стресс-тест то что девочка у меня на обложке книжки для этого надо просто встать пожалуйста встать держите руки перед собой как она просто вот так положите как будто на воду что плечи не напрягались как будто на воду положите и воображайте себе думайте о том что вас волнует думайте о том что вы хотите пусть эти мысли на самотек и одновременно с этим внимание там и внимание на руках воображайте мысленно что руки расходятся не двигайте их механически а просто воображайте что они расходятся они начнут идти автоматически а глаза лучше закрыть как вам нравится они пойдут автоматически до у кого-то быстрее пойдет у кого-то медленнее зависит от степени шейной зажатости вот пошли пошли и тело начинает покачиваться потому что сразу наступает расслабление как мама вас на руках качалу а можете ножки пошире поставить как хотите у кого руки сразу устают значит в плечах здесь напряжение на течение напряженная подскажу как снимать блоки о разошлись разошлись молодцы теперь представьте что они идут в обратную сторону для этого руки поеда встряхните встряхните правильно сделали да стран правильно правильно встряхните теперь руки держите вот так вот так вот держите и представьте что они притягиваются вот эти приемы называются идиомоторные вот первое когда я показывал это механические в ритме состояние а это идея и рефлекс автоматика включая себя рефлексом вот-вот-вот пошли 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 молодцы молодцы и тело начинает покачиваться пускай качается не пугайтесь никто никогда не падает о посмотрите как хорошо идут руки во молодец а вы ножки пошире поставьте ножки пошире поставьте и будете свободно стоять ноги всегда пошире надо чуть-чуть качает а вот руки не совсем идут а значит и зажатая вы уже выходите на состояние шея держит а уже начинает покачивать поэтому руки чуть ниже опускайте чтобы как будто на воду положили чтобы шея не напрягалась да это привод пошло 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 молодцы давайте 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 это так интересно но и после этого сразу наступает состояние когда напряжение снижается с десятки до нуля потом вы сядете будет такое состояние как будто бы груз упал с плеч такое хорошее состояние вот смотрите как пошло во 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 пошло 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 правильного качает правильно молодец 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 да вы даже знаете как можете сделать вы даже можете опустить и представить что они поднимаются они начинают всплывать вот так я обучал космонавтов полету чувство состояния невесомости у них руки всплывали вот так даже может да правильно встряхнулись встряхнулись потому что напряг там у вас это видно да напряг да а тебе надо и время от времени шейный массаж делать пальцевой я сейчас научу и будет вот так себя чувствовать давайте да 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 так еще раз положили как на воду как на воду положили отпускайте себя на покачивание сами отпускайте себя на покачивание не бойтесь ножки пошире поставили сами отпускайте себя на покачивание воображайте что руки притягиваются а потом опустите пульсайте себе что поднимаются да 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 это идея моторные или видео рефлекторные упражнения вот пошло как хорошо вот у него так пошло хорошо заме смотрите как хорошо пошло его молодец да теперь сделайте вот это механические хлёст руками по спине это упражнение называется просто бросайте это вы снимаете лишнее напряжение и вот так вы сочетаете механические движения повторяемые и идиоматурные и таким образом вы научаетесь управлять своим состоянием и вы потом сможете им управлять уже без упражнений вы же на экзамене не будете так делать это домашнее задание домашняя работа вы это делаете дома да вот а думаете о своем вот смотрите как вы хорошо хлёст сделали сделайте еще раз делайте хлёст сделайте делать это очень помогает жизнь сделать экзамены будете сдавать супер просто на переговорах будете чувствовать легко свободно на душе будет спокойно это домашнее упражнение да вы сейчас заметите вы сейчас вспомните вы же сами так когда-то делали а так люди когда воду прыгают на спортивных соревнованиях тоже так делать перед прыжком воду на физкультурник это знают более же знает и же физкультурница у нас но вот 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 правильно правильно шею разомните немножко я потом на следующий раз встретимся покажу как разминать шею правильно правильно он сам подбирает вот сейчас он сам себе подбираете упражнение которое мы хочется делать потому что тело само подсказывает после как только ты снимаешь зажимы слушайся своего тела она тебе саму подсказывает что надо дальше делать то это называется учись слышать себя правильно давай еще раз делаешь вот так вот потом приставь что корпус вместе с руками поворачивается в одну сторону попробуйте вот пошла вот молодец какой молодец смотри как хорошо идет но кроме зова черная оружия сама должна пожалуйста посмотрите на поле придетсяwalрана всех посмотрите на них посмотрите пожалуйста покажи покажи еще раз как ты делал как у тебя разворот получаются покажи посмотрите на них посмотрите на чтобы поняли чем суть Делайте, делайте Все делайте, кроме зауча Пусть зауч посмотрит Потому что надо просто посмотреть, понять механизм Она очень ответственный человек Она настолько ответственная Что когда она это делает Она все время думает, что будет Как будет, как будет, как правильно делать То есть она сама себе мешает Да, у нас получается сложность в том Что мы не можем сконцентрироваться Мы не можем Отсвободиться от этого Постоянного, ненужного сама Жвачка такая Как это, правильное дело, неправильное Да будьте как дети Будьте как дети и спасетесь, как говорится Тогда еще написали Будьте как дети Вы же так всегда сами делали Вы всегда шалтай-болтай делали Вы через какалочку прыгали Вы плавали в бассейне Вы же все это делали Просто вы теперь делаете это Без бассейна и без скакалки Расспомнил как в виде упражнений Давайте еще разочек Еще разочек И сейчас мы сядем Не отключайтесь Мы вас смотрим Да, да И сейчас мы сядемся Зауч Зауч Я прямо в нее влюбился уже Такая серьезная Дама серьезная Да, дама серьезная Ручки положили как на воду Чтобы вот здесь свободно было Чтобы шея не напрягалась Чтобы было здесь свободно И воображаете И отпускаете себя на волну На волну Как будто вас качает Как будто вы едете в поезде Или на парад Вот зауч Слушай, а посмотри, как она расцвела Какая у него улыбка красивая Ты посмотри, посмотри Смотри, другой человек Потому что эндорфины пошли Поешь, зажимы снимаются Я комплимент сделал Это все работает одинаково Комплименты работают Улыбка человека работает Музыка хорошая работает Да, но когда нету комплимента Когда нету чьей-то чужой улыбки Когда ты вдруг к зеркалу подходишь И у тебя такое лицо То ты вспомни Что ты можешь сразу сама себе включить это Ты можешь сделать хлест Ты можешь сделать вот это А потом ты сядешь И у тебя опять рассвет появляется Во-во-во Вот так я обучаю А теперь мы все сели Мы все сели теперь Пожалуйста, садитесь Сделали взгляд рассеянный И вот так вот, смотрите Вот так себя отпускаете, как на волну Это называется прием волна Да, и идете по зеленой зоне Зеленая зона Это поиск тех движений Которые максимально вам комфортны Это значит комфортное действие Это значит вам соответствует Полностью вам соответствует Да, так бывает, когда люди музыку слушают Так бывает, когда на море смотришь на волны Так бывает, когда музыку слушаешь И бывает, когда молится человек У него тоже повторяемое движение Потому что повторяемое движение снимает напряжение Да, и появляется состояние внутри Душевного глубинного покоя Вот было 10, если было Если был шторм То приходишь к этому состоянию Нулю на градуснике напряжения Приходишь к состоянию, когда тебе все как бы ровно Вот это состояние в йоге называется созерцание Состояние созерцания Когда ты смотришь на что-то А на душе спокойно Спокойно Это состояние творца В этом состоянии ты о чем подумаешь Ты можешь настроиться на это Вот я так перед тем, как рисовать Сниму все блоки и зажим Вот так возьму кисточку И потом рисую И моя рука как будто ведет Бог Вот я чувствую, как рисовать Хотя я никогда не учился То есть интуиция начинает подсказывать Это очень интересное явление Я вас потом научу, если мы еще раз встретимся А кто-то, кто-то после этого откроет Что у него есть способность какая-то другая О которой он не подозревал Может кто-то стихи начнет писать Может кто-то начнет музыку писать Может кто-то захочет Каким-то видом деятельности заняться То, что душе хочется То, если он занимается Даже на досуге Это помогает ему со всеми трудностями справляться Потому что, когда он занят любимым делом Ему не до того, кто ему на ногу в трамвае наступил Он занят любимым делом У него другое совершенно мышление И он счастливый человек Потому что у него всегда есть чем заняться Особенно это дети Которые одни, когда остаются Находят всегда чем играть Как играть Всегда себя чем-то занимают Они очень творческие Очень творческие И еще очень творческие люди Почемучки Которые все им интересно Всегда им интересно И они всегда задают и учителю вопрос А почему так, а почему так Они становятся великими Потому что, почему учки становятся великими Потому что они все время думают У них мышление развитое Они все время интересуются Поэтому никогда не нужно стесняться интересоваться Никогда не нужно стесняться рисовать Петь, смеяться Быть самим собой Счастье это быть собой Как дети Как дети Вот ребенок захотел плачет Захотел бегает Захотел прыгает Почему? Потому что природа в нем говорит И вот если вы Хотя бы пять минут в день Побудете, как дети Делать то, что вы хотите Плакать хочется плакать Смеяться хочется смеяться Бегать хочется бегать Пять минут в день Побыть самой собой То вы заметите О чем вам хочется думать Минутку поделайте Это упражнение Это упражнение Поделайте это упражнение Волна И появится такое состояние Просто такое хорошее состояние Там и аптека включается Между прочим Эндорфин И гормоны Там дофамин И все что нужно Адреналин снижается Эндорфин включается Да, хорошее такое состояние Как будто 50 грамм выпил Такое Ну, мужики же из-за этого водку пьют А вы теперь можете Качать эндорфин без водки Ну да Я вам хочу сказать Настойки-настойки Там спирт Балакардин Там и корвалол Там и всякие боярыщи Там же настойках Там спирт Вот он как раз таки Когда вы спирт выпиваете Там вот эту настойку Он действует Так дело в том Что вы же можете Без настойки Это сделать Снимите зажимы Этими упражнениями Вот и вся настойка Вот-вот-вот Вот-вот-вот-вот И когда вы так Покачиваетесь И выходите На ритм автоматизма Вы оказываетесь В ситуации Как у мамы на руках Когда она вас качала Да-да-да И вы через это Восстанавливаетесь И нервная система Укрепляется И голова Ночью Лучше и яснее Начинает работать И лучше Начинаешь понимать Кто ты Чего ты хочешь Как это проще Достичь Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Чтобы запомнилось, чтобы поняли, о чем я говорила. Опасно, идет, правда, идет автоматически, я даже вот этот ритм не контролирую, просто самой идет. Да-да, выходите на ритм, как мама вас качала, да, конечно, конечно. А кто-то выйдет вот так, кого-то мама качала. Знаете, кто засыпает? Кто не выспавшийся, кто давно истощен, кто давно истощен. Как только снимается напряжение, ему хочется поспать, он не доспавший. А кто выспавшийся, ему хочется улыбаться, хочется дарить, любить, смеяться, совсем другое. А кто не выспавшийся, и кто истощенный, кто был все время на экзаменах или в работе, вот он только расслабился, ему спать хочется. Значит, надо спать. Значит, надо спать. Надо слышать себя. Что тебе хочется после этих упражнений? Спать? Значит, надо спать. А как же? И восстанавливаться. Несколько раз так сделаешь, несколько раз так поспишь, а потом уже не хочется спать. Уже такой бодрый, сильный, свежий, всё время просыпаешься в таком хорошем состоянии. Это же курс восстановления получается. Курс реабилитации. А будет ли это стимулировать хороший, глубокий сон качественный, если это делать перед сном? Вот взять себе за практику перед сном делать минут 5-10. Шалтай-болтай. Как раз это снотворное. Это перед сном, если ты шалтай-болтай делаешь, как дети и делают. Думаешь, о чём думается, делаешь, как делается. И потом ты хочешь спать, и ложишься, и все мысли прокрутились, и уже ни о чём не думаешь. и засыпаешь. Вопросы, пожалуйста. Как вы сейчас себя чувствуете? Очень хорошо. Прямо ушло напряжение шеи. Я вот встала, всё вот так вот зажато. Вот сейчас я сделала, как хотелось, прям уж кровь к голове потекла, в общем. Кровь потекла. Правильно, кровоснабжение мозга улучшается, кислород там, шейный спазм снимается. Вся проблема в шее. Почему? Потому что, когда человек думает, вот я вам сейчас секрет открою, физиология. Когда человек думает, он когда сосредотачивается, даже когда книгу читает, он сосредотачивается, мысли, компрессор, они кровь качают, чтобы в клетку попадал кислород. А когда человек сосредотачивается, кислороду нужно больше, и шея напрягается. И поэтому, когда он постоянно сосредоточен, у него шея потом, у него остеохондрозы всякие и прочее. Поэтому нужно в первую очередь начать лечить шею. Каким образом? Ни в коем случае не делать насильные упражнения вот эти, ни в коем случае. Надо выходить вот на эту волну, а здесь человек сама расслабляется, все позвонки ставятся на свое место, сами становятся. Все становится на свое место. Это гениальная вещь, очень простая, ее легко делать. Добавляйте вот эти упражнения, делайте эти упражнения, делайте те, которые вы сами хотите сделать, вот как сейчас он делал, делал вот это, а потом захотел вот это. Конечно, вот так и делайте. Что хочется в этот момент, добавляйте. А потом выходите на волну, посидите, мысли отпустили, на самотел, и сидите. И потом, что хочется, кому хочется спать, кому хочется улыбаться, пожалуйста. Это уже стадия момента истины. То есть вы сняли напряжение, и что организм просит, то и надо сделать. И вы восстанавливаете таким образом свою целостность. А целостность в переводе – это здоровье. Так. Сайя Магомедович, вы еще говорили, что покажете упражнения какие-то тоже для шеи, что ли, что-то. Вот я первый показал, вот это сделайте, вот это сделайте. Давай мы еще раз встретимся. А мы еще встретимся, конечно, обязательно. Да, я покажу точечный массаж, потому что есть вот эта точка, есть здесь точка, у кого шейные проблемы, я просто их покажу. Но нужно в данном случае для пользы дела, чтобы несколько дней поделали, посмотрели, как что происходит, накопили вопросы, вышли с вопросами, я буду отвечать на вопросы и добавлю еще точечный массаж. – Хорошо. – Так. Ну, как заучи, дорогая, как у вас дела? – Ну, спасибо, во-первых, большое, очень интересно. Это для нас такой опыт, который мы никогда не применяли. И я думаю, что донесу я до других тренеров эту информацию. Обязательно использую на себе, потому что, действительно, я очень все время напряжена и практически никогда не умею расслабляться. Вот кто меня знает, те знают об этом. – А я сразу определил, да? Это уже с помощью этих приемов все сразу видно. – Да, и я немножко не поняла, как делать вот это вот упражнение, как руки должны сходиться, у меня ничего не сходится, не расходится. – Сейчас мы объясним, сейчас мы объясним, только не я сейчас буду объяснять, а мы попросим кого-либо из наших, которых я не знаю, который попробовал на себе сейчас, у кого пошло, чтобы он рассказал или она рассказала, как это они сделали. Что там происходит? Расскажите. Кто хочет рассказать? – Давайте я попробую. – Ну, давайте. – Получается просто такое состояние, когда ты вытянут руки и думаешь. Даже можешь не думать, можешь думать, просто находиться в таком непонятном состоянии. – Да. Состояние свободного сознания. Да. – Да, да, да. – И просто так вот можно зависнуть, смотреть в одну точку, а руки сами начнут что-то делать. Просто один-два раза проговорить, что примерно они должны делать, и они будут это делать потом сами. «Хочу, чтобы они разошлись, и нужно, чтобы это было так. Смотришь куда-нибудь в одну точку, что-нибудь думаешь». – Вот, 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 вот. То есть она не старается, чтобы они пошли. То есть там надо не стараться, а быть как ребенок. Она смотрит в одну точку, думает о своем, и руки отпустила, а она просто им не мешает. Она наметила им маршрут, программу, адрес. Она подумала, как она сейчас сказала, я услышал, два-три раза подумала об этом, потом отпустила, и они сами начинают идти. Так, еще кто-нибудь расскажет. Вот рядом с вами молодой человек сидит. – У меня просто… Здравствуйте. Само по себе, как бы я не думал, не задавал программу, просто, ну, как расслабился, то есть такое, как бы, не менее, ну, что-то, да, свобода, наверное, как-то правильно действует. – Свобода, внутренняя свобода, да, внутренняя свобода. – И оно, получается, как ватные вот руки, ватные сами по себе, как-то, когда лились, так они вроде тяжелые, но в то же время как-то легкие. И они сами по себе как-то потихонечку… – Да, да. – Вот он хорошее слово сказал, свобода. Это свобода, действительно. Свобода. А еще кто-то скажет? Кто-то скажет? А вот тут Елизавета Казанова. Пожалуйста, скажите, какие ощущения вы испытывали? – Это наш методик. – Ну, если честно, мне кажется, что прямо так вот расслабиться и свободно у меня руки расходились, я тоже не могу так сказать. – А что у вас происходило? Расскажите ощущения. – Не могу из-за этого расслабиться. Я прям, ну, как… Все равно напряжение есть при этом. – Так. Значит… – И я думаю о том, что руки должны расходиться, они не расходятся. И у меня прям какие-то переживания даже начались. – Так. Вот поэтому, пожалуйста, встань, я тебе подскажу, что надо делать. – Сколько у тебя сейчас на шкале стресса? Вот это 10, это 0. – Мне кажется, на максимум. – А? – Мне кажется, на максимум. – 10, да? – Да. – Поэтому у тебя и нет расслабления. Поэтому нам нужно, нужно… Вы проверили, это называется ключевой стресс-тест. Не получается. Значит, напряжение высокое. И вы сказали, да, напряжение высокое. Вот логику наблюдаете, о чем я сейчас говорю? – Да. – Значит, надо снять напряжение. Поэтому у нас есть механические движения, которые снимают напряжение. Повторяемые. Делайте, делайте, делайте. Хлёст руками по спине. Да, свободно запускайте руки. Да, мы сейчас ей поможем подобрать её собственные упражнения. Это очень хороший пример. А мы в нашей школе всегда двоечнику предлагаем, чтобы все видели, как двоечник помогает сам себе подобрать упражнения. И тогда все обучаются. – Просто ещё, знаете что, тяжело в том плане, мне охота закрыть глаза, но при этом я хочу видеть, у меня руки пошли или нет. У меня вот это вот любопытство. – Ну, попробуйте. – Попробуйте ещё, вы же у вас есть время потом попробовать. – Да, конечно, обязательно попробуйте. – И с открытыми глазами, и с открытыми, попробуйте, как интереснее, и так далее. Вот она сейчас делает. – Видео, где поставить? – Хлёст. Вот это упражнение называется «Хлёст руками по спине». Или коротко – «Хлёст». Тут каждое упражнение, как и в йоге, имеет своё имя. Хлёст, лыжник, шалтай-болтай. Это название упражнений. Там много ещё упражнений, просто каждый подбирает свои. А сам процесс подбора тренирует интуицию, творческую активность мозга поисковую. Так, очень хорошо, очень хорошо. Ну, давайте теперь ещё раз попробуйте. Попробуйте, попробуйте теперь. Ну, вы так сразу сделали, конечно, из этого положения вообще всё трудно сделать. Свободнее сделайте, свободнее. – Может быть, вперёд лучше? И разводите? – Как хотите, как хотите. Попробуйте, и так попробуйте, и так попробуйте. Вот, пошли руки. Видите, они притягиваются. Вот, смотрите, всё внимательнее. Видите, пошли. – Ага. – А вначале не шли, потом она сделала вот эти упражнения, сняла лишнее напряжение, а руки пошли. Ну, и рассказывайте по ходу, по ходу прямо рассказывайте, что вы чувствуете. Прямо по ходу, прям по ходу. – Расслабилась внутренняя, расслабилась, и всё. – Ну, вот видите, сколько сейчас наградостей. – Да-да-да. – Да, иначе. – Ну, молодец. А как внутри? Внутри как сейчас? – Легко. – Ты мне не из вежливости говоришь? – Нет, нет. – Вот я тебе рекомендую. Вот так каждый день, по 5-10 минут потренируйся, и ты себя не узнаешь через 5-6 дней. Ты себя не узнаешь. Ты станешь внутри такая свободная, лёгкая. Ты не будешь так нервничать из-за всякого повода. Ты будешь спокойнее на всё реагировать. И самое интересное, ты будешь находить слова, какие говорить собеседнику. Даже струнным собеседником, там, экзамен или что. И у тебя легко интуиция будет подсказывать, что тебе говорить. А у тебя таланты большие есть. Я это заметил. Ты очень быстро обучаешься. А ты что любишь больше всего на свете? Что ты любишь делать? Танцевать или через скакалку прыгать, или плавать? Ой, я танцевать люблю. Танцевать. Вот, добавь танцевальные движения. Давай, сейчас встань. Встань. Сейчас мы из танца сделаем упражнение. Давай. Ну, так сложно. Сейчас уже. Это не сложно. Теперь слушай меня внимательно. Если ты вышла на аудиторию, допустим, и тебе волнительно танцевать или петь волнительно, ты там за ширмой перед тем, как выйти, сделаешь хлест. Это 50 грамм для храбрости, для артистов, условно говоря. Сделаешь хлест, потом начинаешь танцевать после этого, потому что там за занавеской никто же тебя не видит, правильно? Ну, потом вышла, и ты уже как будто бы уже более свободная. Вот теперь давай танцуй. Давай танцуй теперь. Любой танец, любой танец. Это не имеет значения. Что тебе легче, то и делай. У меня стресс повысился на максимум. Правильно, это есть тренировка. Мы же тебе, мы же занятия проводим. Конечно, конечно, молодец. Сейчас ты научишься в любой аудитории танцевать. Вот сейчас научишься. Именно через это, через то, что ты тренируешься, именно прямо сейчас танцевать. На шкале стресса сразу выросло напряжение. Ты его снимаешь. Вот это же и есть тренинг. Давай, 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 давай. Это лучший тренинг в мире. Так нигде еще пока не обучали. Я еще больше напрягаюсь только. Давай, давай, делай, делай, делай. Готовится, готовится к танцу. Она уже готовится к танцу, поэтому напрягается. Давай. Какая молодец, да, какая молодец. Давай, давай, давай. Я еще знаю, почему она так напрягается. Она любит танцевать. Если она танцует, она хочет классно танцевать. Да. Я уже помню. Я сейчас плохо станцевать. А ты как раз не стесняйся танцевать, как танцуются. Как танцуются. Конечно. Давай, поехали. Да, переделай любое движение. Поехали. И ты сейчас войдешь в танец. Начинай. Конечно. Вот она пошла. Да. Давай, 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 давай. Да. Давай, давай. Вот 10 минут назад, если бы я ее попросил танцовать, то разве бы она так танцевала? Давай, давай, да. Она даже камеру не хотела включать. Ну, конечно. Она сейчас научится снимать застенчивость. Она будет счастливой в жизни, потому что она снимет у себя этот зажим, который ей много раз в жизни мешал. А теперь она будет свободным человеком. Мы еще о чем говорим. Лиза, молодец. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, танцуй, пользуйся моментом. Пользуйся моментом. Какая умница. А красавица. А умница какая. А какие ощущения у тебя, Лиза, сейчас? Да? Сейчас что-то изменило в твоих ощущениях? Конечно. Если бы я потанцевала, разве? Слушай, ты молодец. Я тебя просто очень так и благодарен душевно, потому что ты все-таки такая смелая. Ты посмотри, молодец какая. Вот послушай, я тебе даю совет. Каждый день пять минут вот так и тренируйся. И музыка тоже не обязательно. Потому что, когда музыка помогает, мы привыкаем к музыке. А вот ты придешь в какое-то общество или где-то, тебе скажут, выступи, а музыки не будет. И ты растеряешься. Ну, Чем, а ты теперь можешь и без ничего. Так что, я бы так не задумывалась. Спасибо. Нет, конечно, конечно. Тренируйтесь, тренируйтесь. Самое главное это. Ну, мы в следующий раз встретимся, еще интереснее будет. Потому что вы уже в курсе темы. Я вам покажу еще разные приемы. Каждый будет подбирать именно свое, что ему проще, что ему легче. Именно этот процесс, принцип подбора путем перебора и отключает ключ от всех других методов мира. Там говорят, делай вот так. Если не получается, говорят, а ты старайся. И ты будешь делать, пока не получится годами. А здесь говорят, не получается, брось, ищи, что получается. И когда ты перебираешь, что получается, ты приходишь к себе. И у тебя начинает и все остальное получаться. Потому что ты снял зажим. И если человек йогой занимается, если у него йоговские упражнения лучше пойдут, если пением занимается, пение лучше пойдет, если на лыжах катается, лыжи лучше пойдут, черчением занимается. Черчением, чем бы ни занимался, если он снимает нервно-мышечные зажимы, у него все идет лучше. Я вам хочу сказать, этому учил Станиславский. Снимать нервно-мышечные зажимы. Но он был в другом веке, а сегодня 21 век. Конечно, сейчас супер приемы, которых тогда еще не было. Вопросы есть? Нет. Нет, спасибо, все очень интересно. Все, всего доброго. Мы можем нам в школе поставить на Ютубе вот эту запись? Конечно. В нашей школе Человек Будущего. И вы туда тоже посмотрите, там все обсуждают, мы ролики проводим, рассказываем об упражнениях, мы там создаем все вместе науку человечности. Потому что науки такой нет. Религия есть, искусство есть, а науки такой нет. А мы там определяем, а что такое любовь, а что такое чувство бесценности живого, а что такое сопереживание, а что такое сотрудничество, а что такое созидание. Мы определяем в понятиях, потому что эти понятия очень распыльчатые, а мы хотим, чтобы это было доступно каждому и понятно каждому. Потому что то, что говорили в религии, Бог – это любовь. Да, на самом деле пандемии, войны и так далее. Поэтому науку надо создать, человечности. А вот этот ключ, ключ как раз таки к этому состоянию, человечности, внутренней свободе. Это хорошее состояние. До встречи, друзья. Подписывайтесь на наш Ютуб. Посмотрите завтра. Мы там склеим, поставим на Ютубе эту запись. Я надеюсь, что у меня все нормально с записью. Я первый раз записываю. У тебя получилось, и первая часть, и вторая. Получилось? Не надо. А ты знаешь, как проверить, как получилось? Я не знаю, как проверить. Наташа, подскажешь ей, как проверить? Да, Оля, подскажешь? Когда я включила запись, у меня писалось сохранить на этот компьютер. Я писала «Да». То есть я не смогла найти эту запись. Я найду ее. Да, ну ты найди, мне перешли, а я Владу нашему пошлю, Орлову. Он там склеит, и завтра на Ютуб или сегодня, ну, через несколько часов на Ютуб поставят. Хорошо. Да, как там написать, как? Какая-то школа или что? Город Омск. Город Омск. Дюс-16. В Томске, ты у нас педагог по физкультуре, учишься в магистратуре, на психолога. Ты моя ученица, как специалист профессиональный, чтобы все тебя уважали, любили, знали. Я всегда вот так делаю, чтобы все дружили между собой. У нас в этой школе из всех стран мира участники. Пожалуйста, мы все вместе создаем науку человечности, чтобы был мир на земле. Да, вот это давайте. Хорошо, я жду твоей записи, пересылай. Друзья, всем привет, всем здоровья. Готовьте вопросы, смотрите наши ролики на Ютубе. Ютуб называется у нас «Метод Ключ Хаса Ариева». Да, и туда заходите, смотрите, какие комменты там пишут. Сами пишите вопросы, там комменты. Вы будете участниками нашей школы все вместе. В Инстаграме. До встречи. Да, Олечка, я тебе благодарен, я всем участникам благодарен. И заучи благодарен. Заучи у вас просто великолепция. До встречи. Да, у нас заучи хорошие. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания.